Здравствуйте! Меня зовут Лариса Вячеславовна Власова. Я методист Амурского областного краеведческого музея имени Григория Степановича Новикова-Доорского. Тема моего видеоролика – организация социально-педагогической работы с трудными подростками на премьере студии исторической реконструкции «Албазинец». В настоящее время проблема воспитания и индивидуального подхода к трудным подросткам становится все более актуальной темой из-за их низкой активности в социокультурной среде. Решение проблемы можно найти при помощи новых форм и методов социокультурной работы учреждения культуры. В зависимости от уровней учреждения культуры появляются и новые формы работы. Так, например, заинтересовать подростка в деятельности музея можно не только через экскурсию, но и через создание исторического клуба реконструкции. В Амурском областном краеведческом музее имени Григория Степановича Новикова-Доорского с 1 августа 2018 года стартовал грантовый проект, финансируемый фондом поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В рамках проекта для подростков была создана студия исторической реконструкции «Албазинец». Цель создания студии – это социальная реабилитация несовершеннолетних правонарушителей, предупреждение преступности и правонарушений среди несовершеннолетних посредством организации и продуктивной социально значимой деятельности. За время деятельности студии исторической реконструкции студию посетили 32 подростка. Часть этих детей состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, часть состояла на внутришкольном и внутриклассном контроле. В программу студии входили мероприятия по изучению средневековой истории Преамурия, Албазинский острог и Албазинское воеводство XVII века. Это интерактивные экскурсии, квесты, Албазин – древняя столица Преамурия, герои Албазина, потомки Кантимура, православная святыня края, зипун Сорока и не только, амурский конописец, как казаки во строге жили. Особое место в программе студии было отведено историческим мастер-классом. Дети учились овладевать техникой средневекового боя, плели кольчуги и стреляли из лука, знакомились с историей средневековых доспехов и учили шить средневековый кошелек. Работали на кузне, метали копья и арбалеты, учились писать на восковых дощечках. Кроме экскурсии и мастер-классов, в программу студии вошла постановка мини-спектакля «Сказ о доблестном албазинском казаке Федоре Опарине о землях дальних и народах малых». Всего за время посещения студии исторической реконструкции подростки показали семь мини-спектаклей, в том числе в школе села Албазино. Поездка в село Албазино также стояла в программе студии. Ребята посетили местный албазинский музей и увидели уникальные предметы 17-го столетия, обнаруженные в ходе археологических раскопок. Также ребята посетили археологический памятник федерального значения – городище Албазинский острог. Во время посещения студии исторической реконструкции ребята приняли участие в 11-м городском фестивале «Театральный Благовещенск», посвященном году театра в России, где показали спектакль «Сказ о доблестном казаке Федоре Опарине о землях дальних и народах малых». Итоги были объявлены 25 февраля 2019 года на сцене Амурского областного театра драмы. Участником студии исторической реконструкции «Албазинец» был присужден диплом в номинации «Театральный дебют». За время посещения студии исторической реконструкции у подростков развились такие ценностные черты личности, как коммуникабельность, общительность, ответственность, самостоятельность принятия решений. Один из важных показателей работы студии исторической реконструкции стало снятие 18 человек с внутришкольного и внутриклассного учета. Таким образом, можно отметить, что помощь в социализации, эрудированности, обучении творческим навыкам трудных подростков в учреждениях культуры будет проходить успешно, если найти индивидуальный подход каждому ребенку.